Доброе утро всем! Не знаю почему, но мне всегда хочется поздороваться именно вот здесь. Мне нравится эта улица красивая. Романтик, романтик-то. Травку, наверное, какую-то увидела, пожрать ее хочет. Завтрак. Видали, как корову. Как корову, выведи его, травки нажрется и все. Не, ну вы видали, а? Она вообще вкусная, Чарли. В общем, я вам хотела вот что показать. Это, по-моему, ирисы, да? Или как они там называются? Смотрите, цветут какие красивые. Январь месяц. И это вот сиреневые или фиолетовые. Вообще сиреневые и фиолетовые для меня это один цвет. Я не знаю, в чем разница. Ну, смотрите, цветут все. А этот все ищет, где бы ему пожрать. И вот, тоже с кожи зацветет. Вот и этот, и вот белый цветет. Классно же. А это крапива. Крапива обычная. Романтик, романтик. Все, позавтракал. Пошли теперь работать. Ой, как телок. Вот так вот они собака. Травожатель. Травожратель. Ой, у людей понедельник день тяжелый. У меня вторник день тяжелый. На работу надо как-то настроиться. Так не хочется, если еще и к тому же так выходные быстро прошли. И как-то напряженно, скажем так, да. То и не поймешь, были ли выходные. Ой, ну ладно. Все равно у меня такие особо рабочие дни. Это пятница и суббота. Какашки выбросить. Опс. И посмотреть на море. Море хорошее. Это у меня ритуал. Обсмотреть все эти дома. А теперь можно идти и на работу. Вторник почти всегда в моей работе заключается, знаете, в чем? В уборке парикмахерской. Собирание, убирание, собирание, убирание пыли. Раскладываю полотенце туда вот. В общем, да, такая вот бытовуха, скажем так. Убрала елки всякие, игрушечные украшения. Ну, там у меня было всего? Да ничего. Но все-таки, кстати. А где у меня журнал? Куда я их делаю? А вот они. Вот. Сейчас покажу вам, какой ежедневник. Жирный журнал купила. Ежедневник. Эту сетку мне просила одна клиентка. Ну, когда бигуди на голову накладываешь, нужно сеткой их заделать. Вот она почему домой захотела. Здесь многие, знаете, как делают? Чтобы ночью не разлохмачиваться. Они же все-таки раз в неделю укладываются. Они на голову надевают, ну, такую, как шапочку, да? И вот у них все там так хорошо. Вот. Купила вот такой журнал. Элли. Элли называется. Вот. У нас такие журналы продаются. Знаете, такой картон большой. Такой картон большой. И там вот подарочки были. Вот этот вот пробничек духов. Конечно, нормально я сегодня побрезглась. Но не фонтан. Вот там что-то 10 миллиграмм, наверное, было. И вот ради чего я купила из-за вот такого ежедневника. Вот мне, чтобы отмечать здесь, кто пришел, кто придет, когда придет, сколько заработала, сколько дала. В общем, приход, расход. Ну, понятно, да? Вот. Все равно мне надо было его покупать. Также на... Вот. Это же какой-то конвертик. Смотрите. Все как надо. Вот. С карандашиком даже. Вот. И все равно надо было покупать журнальчик. Он стоил у нас 4,75, по-моему, он у нас стоил. Я его купила. Чтобы мои клиенточки смогли посмотреть, пока их там либо с краской сидят. Ну, понятно, да? В парикмахерской их всегда нужно. И вот такой журнал купила. Вот этот такой журнал у нас, как бы, он самый читаемый. Пронто. Потом еще лектура. Такие вот журналы. Но он стоит всего евро. Поэтому здесь есть что почитать. Вот, например, о принце, который свалил. Свалил из этой царской семьи и скажет, да ну вас нафиг. Вот. Вы знаете, я бы, наверное, тоже свалила. Жить под прицелом в камере и все такое. Не пукнуть, как говорится, не пернуть. Да ну нафиг. В общем, да, всякие знаменитости. Ну, такой обычный журнал. Гороскопы. Но все это было задумано ради вот этого ежедневника. Потому что это ходить, где-то его искать отдельно. А это я проходила мимо, думаю, дай-ка возьму. В общем, вот так. Продолжаем. Разобрала свои журналы и положила вот сюда, чтобы, знаете, люди ходили и брали их, и читали. И так я таким образом продляю жизнь этим журналом. Однажды я так положила и увидела, что кто убирает улицы, женщина, она их себе забрала почитать дома. Почему бы и нет? А еще один раз у меня пришел сосед тут, мужчина, и говорит, смотрите, я нашел журналы. Это, говорит, ваши. И я их обратно забрала. Говорю, да, да. Мне просто стало неудобно ему говорить, что это я их выбросила. Типа того. Он с таким этим лицом еще. Ой, типа, я вот там вот вам журналы оставили. Типа, они там лежат. И меня их обратно взяла в парикмахерскую, обратно положила. Потом уже отвезла их туда, подальше, куда подальше, как говорится, чтобы он мне обратно их не принес. Дом вот этот так и стоит разрушенный, потому что у нас мэрия ничего не может сделать, так как он находится в собственности. Ну, знаете, они начнут его разрушать, а хозяева приедут и начнут возмущаться или там скажут, что им разрушили. Вот. И вот так вот дом этот стоит. Хозяева не хотят с ним ничего делать, но затраты все-таки. А мэрия ничего не может сделать, потому что, ну, потому что не может. Вот так вот он и рушится. Я сейчас поеду в Лидл. Купить картошки надо. Я уже ее вторую неделю покупаю. И хлеба. У нас хлеб закончился. Все, чуть замерзла. Я так замерзла, скажешь, обогрей меня. Скажи всем привет. Не хочешь? Ладно. Вот, за картошкой. И надо телефон положить, заряжать. Я телефон заряжаю в машине. Во-первых, заряжается быстро. Во-вторых, время не трачу. Ну, давай ты. Ладно. Одной рукой что-то не втыкается. Нифига. О, втыкнулся. Поткнулся. Пускай заряжается. У меня тут начочки. Ну, что красиво. Я поехали кататься. А еще у меня сегодня радость. Вы же, наверное, знаете, что я каждое утро стою на весы. А еще вы знаете, наверное, что на эти праздники я наела 2 килограмма. Ну, вот я сегодня встала утром. И я их скинула. Все. Новогодние 2 килограмма ушли. Безвозвратно. Так что вот так. Я этому бесконечно рада. Это все потому, что не ем сладкое, печеньки. А очень хочется. Ну, очень хочется. Я вообще сладкоежка. Так что. Ну, ладно. Еще скину пару килограмм. И тогда себе позволю какой-нибудь, может быть, вкусно. У меня же пирог есть. Помните, в Лидоле покупала пирог? Его готовить надо. Вот его сделаю. Поставила варить чечевичный суп. Здесь у меня картошка целая, большая. Единственная картошку. Я так и не купила. Что-то она мне не понравилась. В общем, думаю, не буду. Одна у меня все-таки оставалась. Туда положила прям луковица целая. Ну, на 2 доль разрезана пополам. И целая морковка. Сейчас это все поварится минут 5, наверное, 10. И уже добавлю чечевицу. Промою ее и добавлю. Она варится, смотрите, 25-30 минут. Быстро. Ну, даже меньше, мне кажется. И потом, уже в самом конце почти, добавлю вот такую колбаску. Это чурису и морсия. Морсия кровяная колбаска и чурису. И шпинат. Будет у меня такая light. У меня тут кусочек хлебушка остался. Будет чечевичный суп light. Но это будет, скорее всего, на завтра. А себе я буду разогревать. У меня тут еще макарон столько, смотрите. Целая тарелка громадная. Сейчас я половину разогрею себе. И буду. И вторая половина останется на завтра вообще. Ой, не уми. Ладно. Вот такая вот. И такая варка у меня будет. Мужа сейчас увидела в Лиддале. Представляете? Стою, паркуюсь. А я же его машину не очень узнаю. Стою, смотрю, думаю, что-то похоже. И мужик с ним разговаривает. Я его знаю. Вот. Ну, он там его друг. И думаю, что-то знакомый. Либо он точно. И стоит мой муж. Там он, ну, машина. Его объезжают вот так. Я такая подхожу. Как они любят, знаете, делать. Вот так вот кричать. Как это. И я тоже такая подхожу. Ехай отсюда. Что тут типа разрогатился? Вот. Они так вот на меня раз. И потом засмеялись. Вот. И такие дела. И он, в общем, мне сказал, что приедет поздно. Или вообще не приедет. В общем, чечевичный суп у нас останется. Либо на завтра, либо на послезавтра. А где моя корочка? Я обожаю у этого черного хлеба корочку. Она такая хрустящая, вкусная. Их, когда свежий хлеб. Как в детстве, когда покупали кирпичик. Хлеб. Ой, блин, аж изо рта вылазит все. Всегда края были обкусанные. Вы тоже так делаете? Обожаю. Они просто если полежат, уже не такие вкусные будут. Надо потом еще вот это тот же есть. Свеклу купила. Салатик сделаю. С майонезом. С орешками. Ммм, сыра нету. Ну ладно, без сыра. Лайт. У меня все лайт. Макароны по-фросски тоже лайт. Потому что они вот, видите, эти шпинаты. Макароны. А эти вот, розовые, из это, либо морковь, либо еще что-то лайт. Все лайт. Такие вот дела. Для супа осталось минут 10, чтобы он поварился. Я добавила уже чорису. Кстати, убрала лук, который сварился уже. Я не люблю вареный лук, поэтому я его убрала. Оставила морковку. Кстати, морковку я тоже не люблю, но муж любит морковку. Поэтому я ему оставила морковку. Мне кажется, густоват. Может быть, еще воды долью. Вот. И за 5 минут до конца уже добавлю морсию. Кровяную колбаску. А! И вместе с кровяной колбаской шпинат. Надо его, кстати, достать, а то забуду. Я тоже умею забывать. Проговорить проговорю, а положить не положу. Я добавила и морсию, и шпинат. И сейчас вот так немного помешаю и выключу. Будет такой вот на завтра суп. Это даже не суп. Ну да, суп. А что это? Не каша же. Хотя, может, завтра уже будет и каша. Вот так вот. Ням-ням. Чурица отдала свой цвет, вкус копченый. Очень вкусно. Ну что, мне кажется, самое время, чтобы убрать всю эту красоту. Вот. Потому что уже все. Даже старый Новый год прошел. Так что убираем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, от Нового года только вот эти остались. Но они еще пожелут. И пальма. Они еще, в общем-то, симпатичные. Поэтому с балкона тоже все убрала. В общем, да. Прощай. Новый год. До следующего года. У нас, как всегда, прогулка. Гуляем. Жиры растрясаем. Да, Чарли? Ой, а что так у меня так? Не, или нормально. Или это у меня очки грязные. Что я не вижу никак. Знаете, погода зимняя. Прям такая, ветерок такой ледяной. Второй подбородок мерзнет. Поэтому я всегда шарфик ношу. Чтобы не мерз. Второй, третий, четвертый там. Вот этот не мерзнет. Пониже мерзнет. Чарли тут травку не ест. Она ему не нравится. Здесь около дороги машины ездят. Поэтому там вот помидоры собирают. В теплице находятся черри. Все дела. И сейчас уже люди с работы едут. Поэтому здесь прям какая-то автотрасса какая-то. Смотрю, у нас снег весь растаял нафиг. У нас вон там, вон Сироневада. Лыжные курорты. Ну, что-то каких-то курортов, по-моему, в этом году не было. Помню, прям в начале зимы так снег прям нападал. Много-много-много. Мы так радовались. Еще в России ни капельки снега не было. А у нас тут навалил. Ага, все. Наверное, недели две побыл. И все растаяло нафиг. Ой, мы надеемся, что он еще навыпадает. Там дофига снега. И мы поедем туда на самках кататься. Ой, на лыжах я не умею, представляете? Я не умею с гор, с горы на лыжах кататься. Вот так вот по... У нас же, где я жила в Тамбове, то там нет гор никаких. Поэтому как бы мы на лыжах катались, но вот так вот, по прямой. А еще я не умею на коньках кататься. Никогда в жизни не стояла на коньках, представляете? Там некоторые, значит, ну, могут сказать там, да, да как это так? Не умею на коньках, ни разу никогда не стояла. Вот, поэтому вот так, представляете? И вот мне, когда я вижу там на лыжах кататься с горы, такая зависть и такой страх, я прям боюсь. Ну, может быть, когда-нибудь преодолею свой страх. Хотя, знаете, чем дальше, чем старше, тем больше страх. Вот, скорее бы снег навалил, и мы бы поехали туда. Да просто хоть погулять. Иду вот прям рядом с шпинатом, поле шпината. Думаю, зачем я его покупала? Вон, можно зайти и нащипать, сколько тебе надо. И пойти. Хочешь вот молодой, хочешь побольше. Ну, я, знаете, я не умею воровать, брать чужое. Я вся краснею, бледнею, падаю в обморок. Ой, да он и стоит всего евро. Такой большой пакет. Вы знаете, раньше мне не нравился шпинат, а сейчас прям такая, везде его, и в салат, и в суп, и под суп, и везде. Да. Прямо смотрите, поля какие у нас шпинатовые. А там черемоя. Так что вот иду, любуюсь огородами. Чайки летают. Чайки, не кричите, сердцу больно. Кстати, вот мой аутфит, скажем так, спортивный. Мои кроссовочки. В принципе, мне кажется, все подходит, потому что розовый, розовый, и там какой-то цвет такой этих лосин, вроде бы, когда подходит все. Так что я пошла спортом заниматься, а рыба моя спит. Но я быстро. Пару-тройка часиков, и все. Я уже скилла тыблоко, уже готовлюсь к ночи. Но занималась суперски. Кроссовки прошли свой тест, вообще классные. Очень у них удобно бегать, прыгать, скакать, устойчивые. В общем, да. Не пожалела. Вообще классные. Занималась и радовалась, как говорится. Не думая о том, что нога куда-то улетит, или вывихнется, или еще что-то. Вот. Так что горло постоянно першит. Еще, наверное, как говорится. И у меня еще прям утром много вот тут вот всего скапливается. Вот. Поэтому постоянно как бы хочется кашлянуть. Так что встретимся с вами завтра. Пишите комментарии, как вы отмечали старый Новый год. Я даже про него совершенно забыла. У нас тут его не то, что не отмечают. Даже такого праздника и в помине нету. И объяснить, как это, я ее просто не могу. Как это и старый Новый год, это что, это вообще откуда взялось. Вот. Поэтому я смотрю, в России там, да, некоторые отмечают. Наконец-то эти праздники закончились. Потому что длительные праздники это тоже как-то уже поднаедает немножко. И хочется вот в рутину, как говорится, свою опять окунуться и жить, как всегда. Так что встретимся с вами завтра. Будет день и будет пища. Что нам принесет Новый день, не знаю. Так что подпишитесь, ставьте лайки и колокольчик обязательно нажмите. И всего вам самого доброго. И встретимся с вами завтра. Пока-пока. Продолжение следует...